Идя на яхте вокруг света, я учусь в самой классной в мире школе. Русской географической школе святого апостола Андрея Первозванного. Они всегда придумывают нам очень интересные проекты. И сейчас у нас идет неделя страноведения. Поэтому я приглашаю вас в Австралию. Мы пришли в Австралию из Южной Африки и Антарктиды на парусной яхте еще в прошлом году. В Австралии оказалось самое большое русское сообщество из тех, что мы встречали до этого в других странах. Здесь у меня появилась лучшая подруга. Ну ладно, приступим к делу. Австралия очень необычная страна. Здесь живут местные жители, аборигены. Говорят, что они пришли из Африки 50 тысяч лет назад. Подумайте, как? Ведь между Африкой и Австралией тысячи километров. Но на самом деле все очень просто. Поскольку это было очень давно, а континенты были чуть ближе друг к другу. И аборигены по суше перешли из Африки в Азию. А там до Австралии всего сотни километров по воде. Когда люди капитана Кука высадились на берегу Австралии 250 лет назад, аборигены приняли их за ангелов и не оказали сопротивления. Белые же люди стали отбирать их земли. А самих аборигенов даже не считали людьми в плоти до 1967 года. Теперь в Австралии осталось меньше 3% аборигенов. Остальные жители – переселенцы из Великобритании и других стран. Австралия – это материн, кенгуру, крокодилов и куал. Правда, куал мы встречали только в национальных парках. А крокодилы обитают только на севере страны. Для них слишком холоден юг. Только в Австралии живут такие удивительные животные, как ехидна, утконос, вомбат и страус эму. Но самое главное животное в Австралии, конечно же, кенгуру. Мы едем к кенгуру. Оказывается, я прочитала недавно, что их существует больше 60 видов. Самые малюсенькие, они больше похожи на крыс. Кенгуру едят траву и фрукты. На воле они живут до 12 лет. Меньше половины кенгурят доживают до взрослого возраста. Но все равно кенгуру постоянно становится больше. И сейчас их даже больше, чем людей в Австралии. Кенгуру изображен на австралийском гербе в компании с астралусом Эму. Говорят, что оба они не могут пятиться назад, только вперед. Что как раз подходит для символа страны. Кенгуру очень хитрые. Убегая от динго или охотничьей собаки, кенгуру запрыгивает в воду. Дожидается, пока собака последует за ним. Берет врага передними лапами и топит его. Нет, ну вы представляете, вот у двухметрового рыжего кенгуру рождается вот такусенький, размером с бобового зернышка кенгуренок. До нормального размера кенгуренок дозревает в маминой сумке. А еще в Западной Австралии есть буждающие дюны. Это песчаные горы, которые перемещаются на несколько десятков метров в год под действием ветра. В Австралии очень часто пожарят. Например, в прошлом году пожары убили одну треть всех куалов. В Западной Австралии добывается очень много полезных ископаемых. Например, золото, железо, драгоценные камни, опалы. В прошлом веке здесь даже была золотая лихорадка. Тогда со всего мира сюда устремились золотые искатели. Было построено много шахт и городов. Многие из них потом стали заброшенными. Их называют городами-призраками. Привет! Всем привет! Мы в Австралии. Сейчас мы пришли в автобус прокатиться. Бесплатный, я бы сказала, такой автобус. Называется Blue Cat. Хотя он сам оранжевого цвета. И посмотрите, какие тут сиденья. Они такие... Шири? Да. Перд – это столица Западной Австралии. Он очень большой по площади. Потому что там почти все люди живут в одноэтажных домах. Всего в Перде живут 2 миллиона человек. Угадайте, что сзади меня? Это Пердская исправительная тюрьма. Да, это о ней писал знаменитый писатель Джоэль Берн в своем романе «Дети капитана Гранта». Это первое каменное здание в Перде. Получается, весь Перд начался с этой тюрьмы. В австралийских городах очень много парков. Там люди устраивают пикники и занимаются спортом. Посреди парков стоит бесплатный газовый барбекю. Приходите и жарьте барбекю, там всякие курицы, картошку можно, например. В парковых озерах и рековых очень много птиц. Один раз птицы чуть не утащили наш кофрик для пикника. Пока мы с мамой делали зарядку. Кто говорит из Америки, кто говорит из Европы, мы не знаем точно. Но садят на болтоны и на деревья вот такие вот курицы, чтобы люди думали только о хорошем. Это вот домик для гномов. Тут почтовый ящик. Там вон труба приклеена. Все дерево в каких-то игрушках. Я же совсем забыла про флаг Австралии. Вот в этом углу изображен флаг Британии. Это символизирует прошлое страны. Ведь раньше Австралия была одной из колоний Великобритании. Но и сейчас официально Австралией правит Елизавета II, британская королева. Пять звезд, а одна маленькая и четыре больших – это главное созвездие южного полушария. Это южный крест. А семья конечная звезда под британским флагом – это звезда содружества британских государств. По-другому их называют странами британского содружества. Со столицей Австралии все очень интересно. Самые большие города Мельбурн и Сидней спорили, кому же стать в итоге столицей Австралии. Долго спорили. И чтобы никто не обиделся, между ними построили город Камбера. В итоге он и стал столицей Австралии. Сейчас мы с вами у каменной волны. Она выше пятиэтажного дома. Это не слишком обычное явление произошло из-за ветра. Но спать сильный ветер. Настолько сильный, что даже камень поддается. Такая интересная форма получилась всего за два миллиарда лет. Субтитры подогнал «Симон» Все большие или причудливые камни у аборигенов считаются священными. И в одном из этих священных мест на скале волны передачи «Орел и решка» прятали бутылку со 100 долларами. И представьте, эту самую бутылку нашел мой одноклассник из русской школы. У аборигенов очень много традиций. А прядов и церемоний, ритуальные танцы, родители, сестра, родители охоты или быта. У них необычные вискальные инструменты. Самый известный – диджерри-двух. Его делают из ствола дерева, прогрызенного изнутри муравьями, термитами. То есть… Вот я сейчас попробую подлететь. Очень трудно. Вот это клапанные палочки. И метод певать ритм. В общем, как-то так. Вот какой огромный диджерри-двух, выше меня. Чтобы вы увидели нижнюю часть, я его сейчас сюда аккуратненько выкладываю. Хочу опять поработать. Получалось. Сейчас вам сыграет настоящий профессионал. Бумеранг – главное оружие аборигенов. С помощью них они охотились. Для более крупных животных им требовался более толстый и почти не изогнутый бумеранг. Ну, более тяжелый, конечно. Этот бумеранг нам подарили на австралийской ферме. Настоящий абориген. И мы с мамой его начали расписывать аборигенской точечной живописью. А вот напоследок. Посмотрите на традиционную австралийскую живопись. Каждая картина – это не набор точек и линий. А целую историю, которую знает только абориген. Только 60 лет назад эти картины стали рисовать на холсте, бумаге или коре эквокалипта. До этого рисунки носились на стены пещеры скал. Рисовать они не для красоты, а чтобы оставить след о себе. Например, след по ладоням. Или чтобы вызвать дождь или для удачной охоты. Надеюсь, вам понравилось путешествовать со мной по Австралии. Я очень надеюсь, что вы тут тоже побываете. До встречи в новых странах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...